Я был в статусе приглашенного на этом совещании для того, чтобы отвечать на какие-то вопросы, которые возникают в процессе этого совещания и пояснения, если будет необходимо издавать. Я бы хотел сказать несколько о других вещах, потому что, конечно, наша республика очень богата полезными ископаемыми, это общеизвестный факт. Из них востребованных полезных ископаемых, то, что востребуется промышленностью, составляет буквально 5-10%. Это общеизвестно. Это нефть, газ, уголь, бокситы, ряд других видов полезных ископаемых, в основном нерубных. Все остальное, гамма полезных ископаемых остается, пока у нас не востребована по разным причинам. Прежде всего, по экономическим причинам, по востребованности на тот или иной вид сырья. Но в целом, надо сказать, что перспективы очень высокие. И это четко отражается в динамике георазведочных работ, которые сейчас у нас в республике проводятся. Значит, у нас уже на протяжении последних 5 лет стабильно отмечается прирост по углеводородному сырью. Значит, неплохая динамика по углю, но я сейчас об этом уточню. Вот у нас, вопреки расхожему мнению, примерно 2-3 месторождения нефтяных ежегодно открываются. И прирост, как правило, превышает объем добычи. Существует градация, примерно 20%. То есть мы должны обеспечивать прирост запасов в коэффициенте 1,2 по отношению к добыче. Ну вот если мы в среднем добываем 14 миллионов тонн нефти ежегодно, то приращиваем мы в разные годы от 17 до 30 миллионов тонн в зависимости от разных открытий, в зависимости от различных обстоятельств. И на этот год мы рассчитываем на открытие еще нескольких месторождений и рассчитываем на прирост примерно 20 миллионов тонн, который будет там уточняться по результатам этого года. У нас достаточно хорошая динамика по вовлечению объектов в промышленную эксплуатацию. Ну, конечно, это в первую очередь по нефти и газу, потому что по остальным видам полезных ископаемых там ситуация немножко другая. У нас сейчас активно ведется работа по доразведке угольных месторождений, потому что мы все знаем проблемы, значит, угольные проблемы в первую очередь в Иркуты и Инты. И мы знаем, что после трагедии на шахте Северной возникла необходимость оценить реальные промышленные запасы в нижних горизонтах Иркутинской мульды, оценить реальные запасы и уже после этого делать какие-то выводы относительно перспектив дальнейшей угледобычи на действующих производствах и увлечения их новых объектов в эксплуатацию. Вот, и мы рассчитываем в этом году эти результаты обсудить и уже какие-то решения по итогам этого дела будут предложены для реализации. Конечно, сейчас большие перспективы с развитием бокситов. Бокситы планируется вовлечение новых, значит, одно месторождение, которое продолжает работать, это Вежеево-Рыквинское, и новое месторождение Щугорское, которое уже будет вовлекаться в эксплуатацию, начиная со следующего года. Множество проблем, множество сложностей, но, тем не менее, они так или иначе все решаются. Что не хватает, какие проблемы реально существуют, есть геологоразведки, которые необходимо решать и необходимо реализовывать. Ну, в первую очередь, это связано с тем, что основные результаты у нас получаются за счет разведочных работ. То есть на тех объектах, которые уже в какой-то степени изучены, на тех объектах, которые уже более-менее открыты. Необходимо сконцентрироваться и привлекать как средства государственного бюджета, так и средства инвесторов в поисковые направления для контурования и открытия новых месторождений. Это, в первую очередь, по твердому полезному ископанию. Мы проводим определенную работу для того, чтобы усилить вот это направление на территории региона, для того, чтобы поставить несколько объектов региональных работ на темание, для того, чтобы поставить несколько объектов региональных работ на севере республики, для опоискования территории, получив новых результатов. Мы рассчитываем на то, что удастся привлечь средства федерального бюджета для работ на высокодефицитные сорта угля на севере республики Коми, на границе с Ненецким автономным округом, и продолжить работы на хромовые роды на Полярном Урале. Это задача первостепенной отрасли, которая позволит создать задел на ближайшую среднесрочную перспективу у нас региона.